InMotion V11Y. Для чего нужно это колесо? Какие отличия от предыдущей версии? Конечно, разборка и изучение внутренностей. Ну и выводы. Приветствую вас на канале Экодрифт. 2024 год и этой модели колеса три с половиной года. Колесо пользуется популярностью, но все же на фоне других подвесочников, на мой вкус, оно немного устарело. Все-таки здесь подрессорены только педали. Само колесо вместе с аккумуляторами и контроллером остается единым блоком, как в классических моноколесах без подвески. Это сильно ограничивает возможности подвески. Колесо целиком вместе с аккумуляторами получает все удары, но с другой стороны это решает вопрос с кабелем до двигателя, который в других подвесочных колесах подвержен постоянным нагрузкам на сгибание и разгибание. И также контроллер здесь жестко связан с двигателем, что решает вопрос тремора из-за люфта в подвеске. Прямо скажу, что плюсы эти не очень существенные, потому что из-за других колесах с подвеской в целом сейчас находятся на достаточном уровне надежности. Треморы и проблемы проводки возникают либо после очень больших пробегов, либо в результате повреждений после падений и ударов. Зато минусом V11 будет сама подвеска, которая кроме мягкости и комфорта райдера не дает остальных преимуществ. На V11 очень сложно запрыгнуть на бордюр, оно не дает такого контроля за сложной дорогой и подвеска больше похожа на батут для раскачки. Хотя есть у V11 свои преданные фанаты. Поэтому я решил не городить огород, но не люблю я V11. Опыта у меня с ним маловато, и я решил проконсультироваться непосредственно у пользователя V11, который доволен своим выбором. Начнем с плюсов старого V11. При неплохих ходовых характеристиках, наличии подвески, аккумуляторе почти 1500 ватт-час, колесо остается удобным. Грубо говоря, это более удобный из-за подвески и качественного исполнения Kingsong 18XL. Почему нет? При весе 28-30 килограмм владелец V11 отмечает, что для него этот вес на границе, когда можно колесо куда-то занести в одной руке. Если колесо тяжелее, то только двумя руками или закатывать, что далеко не всегда удобно и осуществимо. Короче, колесо едет и приемлемо в каждодневной эксплуатации. Подвеска, безусловно, не фонтан, но это все же лучше, чем без нее. Хорошие световые приборы, неплохая заводская гидроизоляция, если ездить достаточно аккуратно даже в дождь. V11, по мнению многих их пользователей, можно использовать прямо из коробки. Надо только обзавестись подходящими подушками-упорами. V11 постоянно менялась. Не сильно, но все же это и подшипники, и попытка добавить сальники. Также постоянно менялась БМС аккумулятора. Сколько там было ревизий, не счесть, но порой изменения были довольно кардинально. При этом аккумулятор так и оставался одним из слабых мест. Достаточно часто возникали нарекания по гарантии, и не только. Но как-то самостоятельно устранить проблему очень сложно. Всегда нужна поддержка Inmotion. По прошивкам также был ряд изменений. Например, определение холостой раскрутки. Колесо само отключает двигатель, даже если не сработала кнопка сна. Правда, это иногда бывает неудобно, если надо раскрутить, чтобы очистить резину от налипшего снега. Новое обновление делали колесо резвее. Также пользователь мог настроить варианты под себя с помощью так называемого сплит-мода. Владелец V11 отмечает, что к недостаткам он относит подвеску, ну, ее низкий ресурс. И в новой версии этот вопрос вроде бы не решен. Используются похожие газовые пружины. По его мнению, слабоват обод. Точнее, он дополнительно не усилен. Пользователи жалуются, что он довольно часто страдает. В V11Y обод стоит новый, но насколько он прочнее, покажет время. Еще одна проблема – заниженный корпус. Приподнять барку колеса, чтобы оно и меньше долбилось о бордюре, и можно было поставить более интересную резину, которая сейчас просто не влезает. И на V11Y этот вопрос, увы, не решен. Владельцу V11 почему-то не хватало скорости тяги. Ну, это без комментариев. Лично я считаю, что вот уж по скорости вопросов быть не должно. Да и тяга у него вполне приличная для езды по тротуарам и подъемов пандуса переходов. Также владелец отмечает, что колесо из-за ошибок того же аккумулятора может заблокироваться и без поддержки Inmotion из-за ошибки этой уже не выйти. Это многим не нравится. Еще один недосчет – это сложность в разборке при замене покрышки или камеры. А теперь V11Y. Он же Y, он же Игорек. Посмотрим, что у него в комплекте. Так, в комплекте у нас два гаечных ключа. Это, видимо, для разбора подвески, да, переходничок. Переходничок для подкачки. И в пакете. В пакете я не буду распаковывать топ-насос высокого давления для того, чтобы накачать подвеску. И зарядное устройство. Это у нас зарядное устройство. 84 вольта, 2,5 ампера. Весы мы подготовили. Сейчас 0. Завешиваем колесо. Оно у нас без подушек, без всего. Поставили колесо и получилось 30 килограмм, 800 грамм. Ну, почти 31 килограмм. Внешность. Первое, конечно, что мы видим – это яркая раскраска с добавлением оранжевого. Не всем такая раскраска нравится. Добавлено бампера. Условно, подсмотрели у наших пользователей, которых уже давно распечатывают. Правда, нижние бамперы не очень хорошо закрывают борта, так что часто колесо ловит удар сильно выше. И эти накладки надо продлить вверх. Под заглушкой зарядных портов пропал порт USB. Ниже новый брызговик. Он выглядит, конечно, странно, но, похоже, и защищать будет. В отличие от V11. Кстати, одна из отличительных черт V11, о которой говорит владелец, что оно не закидывает ноги спереди. Как это делают S22, S18, Sherman S. Ну, а про Begode даже не вспоминаем. Фару не закрывает защитное стекло. И сама фара поменялась. Ее светоденевая граница стала более четкой. Вообще, похоже, эта фара здесь от V14. Для езды по равным тротуарам нормально, но в более сложных условиях не хватает угла. Пучок узковат. Также теперь нет вентилятора, который пытался охлаждать фару и даже немного контроллера. Еще интересно, что в игре убрали колонку, которая обозначала звуками взаимодействия с колесом. Теперь же осталась только пищалка. Еще на игре стали заметны ниш педали. Сами педали внешне, как у V13, но все же другие шипы здесь. Не отдельные элементы, это цельнолитые педали. Еще интересно, что они демпфируются при раскладывании. Разбираем. Начинаем с педалей. Разбирается так же, как на V13. Сбоку ось закрывают отдельно прикрученные заглушки. Снимаем накладку под ногу. Снимаем кронштейны педалей. С обратной стороны добавлен более жесткий демпфер для отбоя подвески. На V1 сбывало, что он обламывался. Снимаем газовую пружину. Откручиваем сначала сверху, затем снизу и извлекаем. Пружины внешне очень похожи на старые от V11. Снимаем боковые крышки аккумулятора. Интересно, что под саморезы добавили шайбы. Пока разбираем, зачитаю общий список отличий, что я не упомянул ранее. Итак, увеличена номинальная мощность двигателя. 2,5 кВт против 2,2 кВт. С другой стороны. Увеличена максимальная мощность двигателя. Это 7 кВт против 4,4 кВт. Все эти цифры, скорее всего, с потолка. Увеличен крутящий момент до 150 Нм против 85. И это снова цифры, которые не несут никакой полезной информации. Увеличена скорость до 60 км в час против 55. Хотя старый V11 неофициально тоже позволял ехать 60 км в час. Добавлено смарт-БМС со множеством датчиков. Совершенно новый контроллер Raptor Y. В стойках добавлено еще две пары слайдеров. Также V11Y поддерживает зарядку с двух портов до 10 А. Было по 5 А. Повышен IP-защиты до IPX6 против IP55 и аккумулятор IPX7. А также у колеса вырос вес. Отключаем кнопку сна от верхушки. Верхняя подрисовенная часть изменилась не сильно. Здесь просто добавили по два ползунка на каждой стороне. Плюс заводу нанесена смазка, которая сразу же забьется пылью и песком. Открываем отсек контроллера. Вытаскиваем заглушки. Крышка пластиковая. Раньше от себя контроллера был отлит из металла. Сверху залита компаундом плата периферии, а под ней контроллер Raptor Y. Откручиваем еще одну внутреннюю накладку. Под ней провода от аккумулятора. Толстая пара, черно-красные, силовые провода. Потоньше черно-красные, зарядка. Еще четыре провода оранжевые, черные, зеленые и желтые. Это обмен данными с аккумуляторами. На самом деле так же было и на V11. Отключаем силовые разъемы от контроллера. На коннекторах обнаруживаем дополнительную прокладку-уплотнитель. У прокладки есть даже свой небольшой паз на разъеме. Сразу отключаем пару зарядных разъемов и общую колодку шины данных. Слева отключаем колодку платы периферии. Откручиваем так называемые рога, то есть переднюю и заднюю фары. Провода с другой стороны. Здесь добавились силовые провода фаз-двигателя и сигнальные от датчиков холла. Снимаем плату периферии. Очень много проводов и разъемов. Фара регулируется по углу наклона. Внутри кронштейн фара держится на двух винтах. Провода фаз прикручены еще и на красный фиксатор резьбы. Контроллер прикручен без дополнительных резинок и прокладок. Сравниваем контроллер с большим его братом от V13. Вскрываем. В разъем питания пролито герметиком густо. Надо этот слой прорезать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конструкция бутерброда сверху управляющая плата, снизу силовая. На ней распаяно 18 полевых транзисторов. Маркировка на экране. Производитель Хантек. Корпус ТО-263, номинал 150 вольт и предельный ток 206 ампер при комнатной температуре. Хотели сначала снять аккумулятор, но мешает провод двигателя, поэтому решили сначала выкатить из арки мотор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Брызговик. Отлит одной большой деталью, но в своем основании приклеен. Не будем его оторвать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маркировка на аккумуляторе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Судя по маркировке, это двигатель другого подрядчика, не такой, как на V11. На ободе нет клейма InMotion, но есть маркировка 18-2,5. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Профиль амортизатора прикручен короткими винтами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поднимаем. Какая красота! Что-то здесь InMotion намудрил просто глобально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришлось повозиться, чтобы узнать, как это все снимается и разбирается. Внутри нереальная красота. Сальник, который еще сверху прикрыт педалической крышкой. Правда, забегая вперед, мы уже видели залитый двигатель V11Y. А это дополнительное центровочное кольцо. Попробовали еще раз примерить металлическую крышку. Он встает очень плотно. Фрезеровка деталей прецизионная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, витки дополнительно скручены бечевкой, на чем часто экономят другие производители. Подшипник в крышке 6908RS. Ширина магнитопровода 29 мм, а магниты 30 мм. Ничего выдающегося, я не понимаю, за счет чего InMotion заявляет про повышенную тягу и мощность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открываем аккумулятор. Непонятно, почему здесь заявлено Epic 7. Ничего экстраординарного по гидроизоляции не видно. Элементы Samsung 50E. Smart BMS. И InMotion уже признал, что в батарее на V11Y присутствуют серьезные проблемы. Фара. У него есть уплотнитель. Интересно, что светодиод находится на обычной подложке. Нет светоотражающей поверхности, и пучок света формируется только линзой. Да, двигатель, конечно, крутой. Но, как уже показала практика, даже такой двигатель зимой может нахлебаться влаге. Я уже не первый год объясняю, что двигатель нагревается и довольно резко охлаждается зимой, попадая в лужу реагентов и даже просто глубокий снег. Он начинает работать как насос, втягивая через сальник влагу. Увы, спасет только сапун. Но сапун надо еще грамотно разместить, чтобы он сам не стал источником проблем с водой. Smart BMS. Это, конечно, здорово. Но первый блин тут комом. Требуется замена аккумулятора на всей первой партии V11Y. Inmotion сейчас в процессе объявления отзывной программы и решения проблем. Проявляются проблемы тем, что колесо отказывается заряжаться. Сначала предполагали, что это проблема прошивки, но нет. Батарея впадает в кому даже на старой исходной прошивке. Новых исправных аккумуляторов пока нет. Но все владельцы V11Y могут быть спокойны. Отзывная кампания коснется всех официально купленных колес. По конкурентам. На сегодня, по сути, это только S16 и S16 PRO. Недостатки S16 в сравнении с Игорьком. Нет ручки для переноски по центру. И оно слишком широко. Но при этом S16, скорее всего, будет приятнее по езде и работе подвески. Также к недостаткам V11Y. Это низкий корпус. Снова будет народ им биться обо все подряд. V11Y привлекает владельцев старого V11 личной тягой. Но это надо тестировать. А мы на V11Y так и не поездили. Также им нравится, что фару сделали еще лучше. Ну а я проверю ее в деле на V14. От себя добавлю, что мне очень нравится качество материалов. Даже ветеран выглядит вблизи хуже. Inmotion держит планку, и после их монколеса другие выглядят какими-то, скажем так, колхозными. Но что касается именно V11Y... Да, мне нравится внешне это качество. Очень нравится обновленный контроллер. Нравится, что поворачивается фара. Это дико бесило V11, что приходилось регулировать ее угол наклоном педалей. Но я не хотел бы ездить на такой подвеске. Удачи на дорогах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!